Почему собака ест свой кал? Что делать и как отучить? Ситуация, когда собака ест свои или чужие экскременты, знакома многим собаководам. Это не только неприятная картина, но и опасная для здоровья привычка. Причин того, почему собака ест свой кал, множество. И, прежде чем принимать какие-либо меры, нужно узнать, что побуждает собаку к такому поведению. Щенки едят экскременты чаще, чем думают хозяева. Ситуация, когда собака ест свои экскременты, не так уж и редка. Согласно статистике, таким явлением, как капрофагия, на постоянной основе страдает около 16% особей, и более 80% из собак делают это периодически. Собак часто застают за поеданием кала, важно. Если хозяин заметил, что его собака ест какашки, принимать меру по ее отучению нужно немедленно. С собственным калом или других особей в организм попадают различные болезнетворные микроорганизмы, что могут спровоцировать развитие тяжелых, подчас смертельных заболеваний. Причины капрофагии у взрослых собак, провоцирующих факторов к тому, почему собаки едят экскременты, множество. Это могут быть физиологические или психические проблемы и отклонения. Отучить от этого можно. Но только если узнать, почему питомец так делает. Из-за серьезных сбоев в работе ЖКТ. Если собака ест говно, это может указывать на наличие заболеваний пищеварительной системы. Питомец не может сказать или показать, где у него болит, а потому многие болезни обнаруживаются уже на упущенной стадии. Поедая фекалии, собачка таким образом пытается себя вылечить. Важно. Если хозяин увидел, что его питомец ест испражнения от других или свои, это повод для немедленного обращения к ветеринару. Нехватка внимания. Зоопсихологи утверждают, что многие собаки начинают есть каловые массы из-за того, что им не хватает внимания от хозяев. Пес скандалы и ссоры с хозяином из-за своего неправильного поведения считает одним из видов общения, а потому специально может провоцировать их появление. Нехватка внимания от хозяина побуждает собаку к опрофагии. Неправильный рацион. Если питомец употребляет кал, возможно делает это он из-за того, что ему хозяин неправильно организовал питание. Ошибки в составлении рациона, которые могут поталкивать на столь неприятное действие. Основа рациона – каши. В меню присутствует. Только мясо, нет каш, овощей. Собака питается лишь костями. Пища чрезмерно соленая. Использование в рационе промышленных кормов низкого. Качество. Еды дается слишком много. Продукты скудны на витамины и минеральные вещества. Собаки дают сладости. Неправильное смешивание. Приготовленных и сырых продуктов. Если питомец был улечен в поедании кала, нужно обязательно пересмотреть его рацион питания. Ревность и неуверенность. Употребление каловых масс может быть спровоцировано чувством ревности и неуверенности в себе. Особенно часто наблюдается это в том случае, когда в доме живет несколько питомцев. Собака думает, что если съесть кал посторонних, она так очистит свою территорию. Такое поведение можно встретить как у больших грозных собак, например, немецкой овчарки, так и у мелких особей, таких как йоркширский. Терьер, которые тем более неуверенные в себе хотят продемонстрировать свою силу и превосходство. Употребление кала – один из методов показать свое превосходство и главенствование. Недостаток витаминов и минеральных элементов. Пища. Бедная на минеральные компоненты – один из факторов, который заставляет собак употреблять кал. В нем она пытается найти необходимые питательные элементы. Обратите внимание. В состав качественных промышленных кормов входит весь необходимый для питомца комплекс минералов. Их нужное количество не получить из натуральных продуктов, поэтому если рацион состоит только из натуральной пищи, необходимо дополнительно. Давать минеральные комплексы. Любопытство. Почему щенок ест свои экскременты, отчасти понятно. Им движет любопытство, он изучает окружающий мир. Но иногда любопытство движет и взрослыми собаками, особенно карликовыми породами, например, чихуахуа. Нередко привычка идет родом из детства. После родов собака поедает кал своих щенков. Они все это видят и старясь во всем ей подражать, делают так же. С возрастом эта привычка проходит, но не у всех. Чем опасна привычка кушать какашки? Если питомец начал кушать кал. Нельзя закрывать на это глаза, думая, что со временем это пройдет. Кроме того, что такое поведение питомца выглядит просто омерзительно, так еще и может привести к серьезным последствиям. Собачий человеческий кал является побочным продуктом жизнедеятельности, а значит, содержит в себе множество патогенных микроорганизмов, шлаков и токсинов. Поедание кала может привести к следующим осложнениям. Заражение гельминтами. Даже простые глисты, если их своевременно не вывести из организма, могут нанести серьезный урон здоровью, вплоть до летального исхода. Большое количество паразитов приводит к закупориванию внутренних органов, что через некоторое время может спровоцировать их разрыв. Инфицирование парвовирусом. Тяжелейшее смертельное заболевание поражает преимущественно молодых собак. Желтуха, лептоспироз. Поражение печени. Молодые собаки тяжело переносят желтуху. Если не предпринять своевременных мер, гибель наступает через 12 часов. После заражения. Важно. Привычка собаки брать кал может привести к заражению таксоплазмозом. Это заболевание опасно тем, что наносит урон здоровью, может привести к смерти и передаться от питомца к человеку. В кале содержится множество патогенов, которые вызывают тяжелейшие заболевания. Что нужно делать, чтобы отучить? Прежде чем принимать серьезные меры, нужно выяснить, почему щенок ест свой кал. Застав питомца за таким занятием, нужно немедленно отвезти его к ветеринару и провести диагностику организма. Возможно, привычка жрать кал связана с некоторыми нарушениями в работе внутренних органов. Если физиологические факторы будут откинуты, стоит обратиться к зоопсихологу, который поможет скорректировать поведение животного. Активное участие в устранении вредной привычки у питомца должен принимать сам хозяин, прибегая к ряду мероприятий. Правильное питание. Если взрослая собака или щенок ест свой кал, что делать в первую очередь, так это нормализовать его рацион. Для каждой породы есть свои правила и рекомендации касательно кормления. То, что необходимо давать немцам и в каком количестве, вряд ли подойдет шпицам. Чтобы составить правильный рацион, стоит обратиться к ветеринару. Нельзя сразу кардинально менять питание, это может обернуться негативными последствиями для пищеварительной системы. Если рацион состоит из промышленных кормов, нужно выбирать только качественные, в составе которых есть все необходимые питательные вещества. Если собака употребляет натуральные продукты, в обязательном порядке ей даются минеральные комплексы. Для восполнения необходимых питательных веществ рекомендуется добавлять в меню костную муку. Важно! Начинать корректировку питания рекомендуется с говяжьего рубца, черного, неочищенного. Он содержит в себе комплекс веществ, необходимых для слаженной работы пищеварительной системы. Правильно подобранный рацион поможет избавить питомца от ужасной привычки. Намордник во время прогулки. Попытаться избавить питомца от неприятной привычки можно с помощью ношения намордника на улице. Несколько таких прогулок, на которых ему не удастся поесть кал, и есть большая вероятность того, что питомец забудет про свою привычку. Надевание намордника не составит трудности для больших пород, но если это Йорк, это может причинять ему массу неудобств. Выход из ситуации. Как можно больше занимать питомца на прогулках активными играми, физическими занятиями, чтобы у него не было времени. И интереса на всякие глупости. Пока собака не будет избавлена от привычки, вызывающей у хозяина отвращение и нередко рвоту, выгуливать ее нужно на коротком поводке. Внимательно следя за тем, чтобы она не проявляла ненужного интереса к калу. Обработка от внутренних паразитов. Приготовиться нужно к тому, что избавить питомца от вредных привычек вряд ли удастся быстро. Чтобы снизить риск заражения опасными инфекционными заболеваниями, необходимо провести профилактическую работу по очищению организма от паразитов. Обратите внимание. Нельзя кричать и физически наказывать собаку за то, что ее привлекают каловые массы, свои или посторонних особей. Собака может оставить свою привычку, но делать она это будет незаметно для хозяина. Опасно это тем, что когда что-то случится с ее здоровьем, хозяин не сразу поймет, что и почему происходит. Обращение к ветеринару. Если в течение одной-двух недель нет положительного результата в отучении питомца от употребления каловых масс, нужно обратиться к ветеринару. Возможно, факторы, что провоцируют появление необычного гастрономического пристрастия намного серьезнее, чем казалось. Если щенок ест кал, не стоит сразу впадать в панику и принимать кардинальные меры. Возможно, это метод знакомства с окружающим миром. Некоторое время за питомцем нужно понаблюдать, и только если собака взрослеет, но не изменяет своей привычке, нужно помочь ей в этом. Если же взрослая особь пристрастилась к поеданию каловых масс, это повод к немедленным действиям.